Дорогие братья и сестры, и телезрители «Веры-24», вы зачем-то приходите в церковь, вы зачем-то включаете проповеди, смотрите телеканал «Вера-24» – это нужно человеку. Поэтому он это делает. Не то, что мы захотели. Это Бог в нас являет свои желания, чтобы мы приходили к Нему зачем-то. А мы приходим к Нему за одним, единственным, за Его любовью. Мы приходим, чтобы почерпнуть эту любовь, прикоснуться к ней, ощутить ее в себе и понести по миру, и дарить людям. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты сегодня собрал нас, что мы имеем такую возможность прославить Тебя жертвой той, что мы отдаем Тебе время, отдаем свои сердца, свои чувства, все, что в нас есть, Господи. Возьми сегодня в свое владение. Возьми и делай так, чтобы мы в этом находили радость. Я хочу во всем находить радость, потому что Господь сказал, что я дам вам мир, покой и радость, и все это вы будете иметь в себе. И мы имеем это в себе, потому что мы верим, что Он нам это дал. Сегодня я хочу говорить о том, что было в начале. Начать все сначала. Потому что Бог каждый день обновляет и делает его вновь и вновь в новом. Что было в начале? Кто-нибудь помнит? В начале было Слово. Библия с первых стихов Бытия говорит, Бытие 1.2. В начале земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. То есть в начале была тьма. Но пришел Бог и стал свет, потому что Бог есть свет. В Новом Завете Иоанна 1.1 сказано, в начале было Слово. Слово было в начале у Бога, и оно было Бог. И свет, и Слово – это атрибуты Бога. Но главным является любовь. 1 Иоанна 4.8. Бог есть любовь. Поэтому правильнее всего было бы начать Библию со слов. В начале всех начал была любовь. Я так и назвал проповедь. В начале была любовь. Именно любовь произнесла то Слово, которое было в начале. Только любовь чистая, светлая, святая Божья любовь имеет в себе жизнь. Только любовь могла и имеет право зачать и дать жизнь этому удивительному миру, который окружает нас. Только любовь могла заложить такие величественные, незыблемые основания, которые на протяжении многих тысячелетий не могут быть разрушены никакими силами зла. Только любовь имеет в себе такую удивительную силу постоянно воскресать из мертвых, восстанавливать из руин тогда, когда, казалось бы, уже все разрушено и нет никаких надежд. Жизнь, сокрытая в любви, как росток из сухой земли, снова и снова взращивается тем, кто сам есть любовь. Только Бог, только в Боге сокрыта эта удивительная сила созидания. «Я творю все новое», – говорит Господь. «Я творю все новое». Иисус сказал об отце, «Никто не благ, как только один Бог». Он – Бог любви и Отец милосердия. Только Отец является нескончаемым источником благодати, и Его любовь – это изначальное благо, из которого могучая река истекают все остальные блага, нашей жизни и сама жизнь. Любовь – это сущность нашего Творца, Его содержание, Его внутренний мир, выражение Его бытия. Его любовь – это все, что мы имеем на этой земле сегодня и в небесах вечности. И в нас есть великая жажда и великая тоска по этой любви. Мы жаждем живой воды Святого Духа. Наполни наши сердца сегодня своим Духом, Господь. Мы хотим, чтобы эта живая вода текла, изливалась, она наполняла нас. Мы нуждаемся в этом. Обязательно излей свой илей, наполни наши души. Мы славим Твое имя, потому что мы радуемся то, что мы имеем это имя в сердце Своем. Мы хотим находиться в Твоем присутствии. Иисус говорит в Матфея 22, 37-99, «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей, всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобна ей. «Возлюби ближнего Твоего, как самого себя». И в Колоссянах 3, 14 сказано, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Так мы становимся ближе к Богу, если мы облекаемся в любовь. А это и есть цель нашей жизни на земле, нашей греховной плоти и в нашем возрожденном духе. Все наши знания, традиции, величайшие открытия и так далее ничего не стоят, говорит Писание, если мы не имеем любви. Но мы же ее и имеем. Она же нам дана, особенно при рождении свыше, когда мы родились от Бога. Господь постоянно нам напоминает об этом, чтобы мы не потеряли дорогу, не сбились с пути, не погнали за ложными ориентирами, за положением, за служениями, за титулами, за карьерой, за супердуховными дарами. Если все подобное не несет в себе любви к Богу и ближнему, то мы зря стараемся. Теряя свое время и понапрасну тратя свою жизнь. Давайте помнить, что благодаря Его, Иисуса Христа, милосердию и любви нам прощены и смыты кровью Его все наши грехи. Наше сердце наполнено покоем и радостью во Святом Духе. Мы счастливы, мы бесконечно счастливы. Мы теперь живем Иисусом. Мы им дышим, мы о нем мечтаем, мы вместе с Ним смотрим в вечность. И что мы там такое видим? Вечность. К чему привела нас наша взаимная любовь? Мы пришли к браку. Браку Агнца Божия и Его Невесты Церкви. Мы стоим на пороге брачного чертога. Все мы стоим там. И даже слышим голос одного из возлежащих. Луки 14, 15. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном. Господь зовет нас на свой пир, ребята. Мы имеем приглашение от самого Господа, от нашего жениха. Он говорит, идите, все уже готово. И для этого он показывает нам две притчи. Это Лука, 14 глава, 16-24 стихи. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой говорит, я купил пять пар валов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тут донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, господин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам, изгородям, и убеди, прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо, сказываю вам, что никто из тех званых не вкусят моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Та же притча о званых и призванных есть у Матфея, 22 глава, со 2 стиха. Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для своего сына и послал рабов своих, пророков, звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийцу он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытье, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотрит возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Царство небесное свадебный брачный пир для нас сегодня, где всегда бывает много света, радости, веселья. Присутствие жениха и невесты издревле был символом Царства Небесного, поэтому мы говорим, что мы идем в Царство Небесное, как на праздник. Ветхозаветный Израиль знал этот символ еще из притча царя Соломона. Фарисеи постоянно говорили, что иудеи избранный народ Божий, и что только им предназначено грядущее Царство Божие. Народ так сжился с этим предрассудком, что ему обидно было услышать от Спасителя грозное для него слово «отнимется от вас Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды Его». Господь, конечно, знал о смущении его слушателей и в новой притче о званных на брачный пир разъяснил им, что нужно для того, чтобы стать подлинно избранным человеком. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. Гости были приглашены раньше, они уже знали, что у царя в известное время будет сваденный пир и что им дадут знать, когда он будет. Люди не были в неведении, но званные отнеслись равнодушно к царскому приглашению и не хотели прийти. Царь благодушно извинил гостей, может быть, замедлился по какой-то причине, и по своей доброте, желая, чтобы приглашенные не упустили случай насладиться праздником, он послал рабов еще раз звать их на пир. Однако, и как по вторичному приглашению, званные отнеслись так же холодно и пренебрежительно. Корыстные, чисто житейские расчеты были для них дороже чести быть в числе гостей на брачном пире царского сына. На этого мало. Среди званных нашлись и такие, которые поступили совершенно ужасно. Ручие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Обижая царских посланцев, пророков, подданные нанесли величайшее оскорбление самому царю. Высокий сан царя и важная причина торжества увеличили тяжесть вины их. Добрейший царь не мог это вынести и воспылал праведным гневом. И тот же решил наказать виновных, послал войска свои, истребил убийц и сжег город их. Между тем, время пира наступило, и царь не хотел, чтобы радость его осталась неразделенной с подданными. Он приказал своим слугам пригласить на брак всех, кого они встретят, без различия их звания, состояния. Царские слуги стали звать всех достойных и недостойных. Предоставим самому царю решать, кого посадить, а кого удалить. И скоро праздничный стол был занят гостями. Все было готово. Тогда царь вышел к пирующим, чтобы порадовать их своим присутствием, но увидел нечто, что его сильно расстроило. Увидел там человека, одетого в небрачную одежду. Надо знать восточные обычаи, чтобы понять, почему царь расстроился при виде этого человека, и почему изверг его с брачного пира. Дело в том, что званные на пир, если они не имели своих праздничных одежд, получали одежды при входе от дома управителя. Отказавшийся получить такую одежду, выразил этим пренебрежение и даже презрение хозяину, как бы говоря, есть и пить у тебя буду, а до самого тебя мне дела нет. В притче о злых виноградах Господь только намекнул, что Царствие Божие отнимется у идеев и дано будет народу, приносящему плоды. В притче о брачном пире говорится о том, что придет время, когда крещеные язычники войдут в его царство. Призыв Слова Божьего был обращен ко всему человечеству. На брачный пир были званы все народы. Современные христиане во многом уподобляются тем, кто отказался прийти на пир и тому, кто пришел на пир в неподходящей одежде. Вечерие Господня – это постоянно совершающийся в мире пир, на который Господь нас с любовью приглашает. Что препятствует нам принять приглашение участвовать в причастии? Не чаще ли сего те заботы, которые в причи побудили приглашенных отказаться прийти? Мы нередко прикрываем эту озабоченность ссылкой на нашу неподготовленность. Но участь оттерекшихся от участия в таком деле наказуема. Если мы не откликаемся и войдем на пир, нас все же ожидает опасность. Мы можем оказаться не в брачной одежде. Мы неподготовленные пришли на пир. Это может быть неожиданно даже для человека, который, казалось бы, все для этого сделал. Что такое небрачная одежда? Это, конечно, одежда души. Это наше духовное состояние. Царь спросил человека, одетую в небрачную одежду. Друг, как ты попал сюда вообще-то? А тот молчал. То есть у него не было никакого оправдания, почему он не в брачной одежде. Он имел полную возможность иметь эту одежду, но пренебрег этим. Испорченное сердце было у него. И он был навсегда изгнан царского пира. Мне было 20 лет, когда я пришел с армии, я сразу попал на свадьбу. Я как был в военной одежде, так и пошел. Больше мне другой не было тогда. когда я вырос, что-то было прежде у меня. И когда я выходил в дом, я в военной одежде чувствовал себя стесненно и скованно. Но вдруг вышли люди, которые набросили какой-то цветной халат, одели чалму. От меня с прыжнем остались только ботинки и немножко штанишек выглядывало. Я полностью был преображен. И когда я вошел в дом, все закричали «Вау!» Мне так все обрадовались, как будто они все меня знали. На самом деле, гости были рады каждому входящему. Насколько же радуется Бог каждому грешнику, входящему на его пир, на который он пригласил. И когда я сел в следующий входящий, ему тоже кричали «Вау!» Все радовались в следующий уходить. То есть последнему досталось больше всего радости, потому что он был последним. Уже весь стол, который там был, все радовались ему. Поэтому лучше быть последним, наверное, а не первым. Первый, наверное, за пустой стол садиться. То есть я эту радость пережил. В Священописании одежда служит символом состояния совести. Светлая, белая одежда символизирует душевную чистоту и праведность, которая дается человеку Богом даром по его милости. Пришедший не в брать в надежде, это тот, кто только внешне принимает все, чему Господь учит и церковь, и считает себя оправданным делами. Это, скорее всего, те, кого мы называем фарисеями, лицемерами, это законники, не имеющие подлинной внутренней жизни. Со всем этим мы должны бороться, но не падать духом. Сохраняй чисто незапятную одежду, полученную небесного брачного чертога, куда входят только те, которые имеют чистую одежду и светильники, горящие в руках, как бы это было у дев. Свою притчу Господь закончил словами «много званых, а мало избранных». К числу этих званых, но не избранных, принадлежат не только те, которые вовсе не пришли на сваденный пер, но и многие из тех, которые пришли на пер, но не захотели облечься в брачную одежду. Я когда здесь читаю, я тревожусь у наших сестрах. Я представляю, когда они приходят в своих красивых одеждах, а их всех одевают в белые халаты или цветные халаты. Они все одинаковые. Они на земле привыкли выделяться, а тут вдруг одна мода. Иисус Христос сегодня зовет всех людей. Бог хочет, чтобы спаслось много людей. Мы должны быть готовыми принять участие в пире нашего Господа. Нам нужно приготовить свои одежды в духовном смысле. У Луки мы слышим о человеке и рабе, послал ему звать на ужин гостей. Сопоставляя обоих евангелистов, мы понимаем, что речь идет о Боге, Отце, пославшем своего Сына, Господа Иисуса Христа, звать людей Царства Небесное. Иисус обо всем позаботился. Дело за нами. Что же Господь слышит в ответ? Все, как бы сговорившись, начинают отказываться. На самом деле никого сговора не было. Все произошло, как это бывает в жизни, стихийно. Все начинают отказываться. У всех находятся причины, которые они считали первые говорят, что купил землю, второй купил валов, третий женился. Здесь все понятно. Ни первый, ни второй, ни третий не грешат. Собственность – не грех, труд – не грех, семья – не грех. Более того, все это людям, самим Богом дано и заповедано. Господь дал людям землю, велел трудиться, благословил брак. Что же здесь не так? То, что все полученное человеком Бога стало между Богом и человеком и разделило их. У человека много собственности, кипучей деятельности, которая наполняет его жизнь, делает его бодрым, востребованным, значимым, богатым. У него семья, заботы, заботы, о которой также наполняет его жизнь. Столько нужно успеть, чтобы и детей все было, и жена была довольна. Так что для Бога уже не остается никакого места. И все полученные от Бога дары становятся причиной к Богу не идти вообще. Дальше Господь зовет уже небогатых, но нищих, хромых, убогих. Кто это такие? Те, у кого что-то не сложилось с собственностью, с работой, с семьей. Мы не знаем, по каким причинам это произошло. Так или иначе, они оказались отзывчивее, чем те, у кого все было в порядке. Нередко приходится делать вывод о том, что люди, которые в мире оказались не у дел, не успели в земной премудрости, чувствительнее к мудрости небесной. А Бог как раз и пришел взыскать и спасти погибшие. Ну вот, все призваны, и еще осталось место. И Господь посылает пойти по дорогам собрать всех, кого только найдет, чтобы наполниться домом. Первые два раза Господь зовет людей иудейского благочестия, призванных ответить на его зоу, и среди которого оказались состоявшиеся и несостоявшиеся. А в третий раз ни те, ни другие, а язычники, которые, казалось бы, вообще далеки от Царствия Божьей, ничего не знают о едином Боге. Никто их не научил. Но Бог все равно их призывает, потому что Господь стучится в сердце каждого человека. И через свое слово, через голос совести здесь есть одно интересное место. Господь говорит, убеди их прийти, даже понуть, то есть примени усилия, чтобы привести людей к вере. Слово Божие действует неотразимо. Человек иногда слышит, но не хочет. Далек от всего. Но вдруг Слово Божие касается его, и он покоряется высшему голосу в самом себе. Сердце уязвляется любовью к Богу, красотой Божьей жизни, истиной Христовой, и люди начинают приходить ко Христу. И тогда наполняется Дом Божий. Но почему же мало избранных? Иногда говорят, не все избраны для Царства Божия. Но Господь зовет всех и состоявшихся, несостоявшихся, по разным причинам. Всех, кого только найдут. Он даже понуждает прийти. И никто из откликнувшихся Богом не будет отринут. И потому слова много званых, но мало избранных означают, что званы все до одного, а избраны только те, кто услышал и откликнулся. избран ли ты, это зависит в большей мере от самого человека, потому что ты позван. Но Дом Божий еще наполняется, еще есть время, хотя мы не знаем, сколько его в нас. Братья и сестры, пусть вера ваша подскажет вам, что это мы уже возлежим за свадебным столом. Почувствуйте бесконечную радость находиться в Доме Божьем. Я почему-то говорю с убежденностью, потому что мы уже омыты кровью Христовой. Мы оправданы, освящены, одеты в эту брачную одежду, в праведность Господа Иисуса Христа. Мы имеем в себе Его любовь. Сам Бог сотворил нам обитель, храм. Мы не только званные, но мы и избранные. нашим Небесным Отцом. Я Сын, я принят, я приглашен, я там. Так это должно звучать в нашем сердце. Любовь единственная вера наших духовных достижений. Библия говорит, если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Любовь хранит нас от зла, созидает наши дома, семьи, наполняет сердца нашим миром и радостью. Она созидает нас и наш внутренний мир. Она есть та жизнь, которая течет нас, укрепляет нас, ведет совершенство. Разрушая любовь, мы разрушаем себя, уничтожаем жизнь, которая течет нас, обрекаем себя до смерти страдания. Братья и сестры, без любви в нашем сердце умирает Христос, который нас воскресил. Без любви не может быть никакого христианства. Любовь это та конечная цель, та высота, которой мы призваны стремиться всем сердцу своим, очищаясь от всего временного человеческого. Да благословит нас Бог своей любовью преобильно. мы все стоим на этом пороге. Мы возлежим и мы ожидаем. Самое главное, что мы ожидаем Христа, который обещал «Я приду скоро». Это такая надежда великая, такая надежда, которая вот-вот совершится, которая исполнится, потому что это сказал сам Господь. «Я приду скоро». Это будет так скоро, что мы удивимся. Некоторые даже не успеют. Жена Лотова обернулась. Там кто-то еще что-то нашел и купил, кто-то женится. И вдруг нужно сказать Богу «Вот я». Самуил, маленький мальчик, услышал Слово Божье. Он не знал еще, что отвечать. Илья подсказал «Скажи им, вот я, Господь, я слушаю Тебя». И мальчик ответил. А Иуда, наученный, ученик Иисуса Христа, когда Господь к нему обратился, сказал «Нет, я это не принимаю, я иду, мне нужны эти серебряники». Он выбрал другой путь. И у них были разные концы, разные окончания жизни. Мы, люди, делаем выбор, а Бог либо поддержит его, либо отвергает нас по нашей воле, чтобы мы избрали. Мы избираем возможность войти, и чтобы эта одежда, которая нам дана, не испортилась, не износилась в этой жизни, чтобы мы не упали ни духом, не упали в вере, чтобы мы ни в чем не падали, а наоборот возрастали. Библия просит, чтобы мы расширялись любви, наполнялись, росли, чтобы мы все больше и больше в зону нашей любви входили люди, которых мы не знаем. Там, на Перу, они будут нам кричать, если они придут раньше нас. Они будут кричать радостно, они будут нас узнавать. мы ничего не возьмем с этой жизни на этот пир. Ничего. Мы голые войдем туда. И если Господь нас не оденет, мы будем вообще непривлекательными, и нас не пустят на пир. Поэтому мы идем с чистым сердцем, а сердце наше войдет туда. Сердце войдет. И то, что в нем, особенно, если в нем любовь, будет принято Богом. А если не будет любви, у нас будет неправильная одежда. Даже в том, что мы будем одеты, и нас пропустят на пир, нас отвергнут, потому что в любви Христовой нас не окажется. Поэтому самое главное – сохрани сердце свое, говорит Библия. Сохрани любовь, ту, что Бог тебе дал. Сохрани ту первую любовь ко Христу, которую ты почувствовал. Сохрани все это. Нам нужно что-то сохранить. то, что войдет в вечность. Все, что в этом мире здесь и сгорит, а то, что в сердце Бог сохранит. Да сохранит и вас Господь, и благословит вас, и сделает вас самыми счастливыми. Ведь так здорово находиться в своем доме, который Бог приготовил нам. Он приготовил, Он сказал, все уже готово, все готово. Готов ли ты, брат, сестра, телезритель, Дух Святой, помоги нам быть готовыми и достойными. Вся слава нашему Богу. Аминь. Субтитры Субтитры